Давайте посмотрим сюжет, а с вами мы пока что прощаемся. Спасибо, доброго дня. Спасибо. Стойкий запах масла и растворитель, а всюду кисти и тюбики с краской. В этой мастерской всегда царит творческий беспорядок. Отчасти именно он помогает юным художникам погрузиться в рабочий процесс и сосредоточиться на образе своей музы. Эти складочки тоже лишние, нам нужно. И чуть ниже головы, да, чтобы нозли у нас не сверкали. Валерия Самусенко – студентка художественного училища, но уже три года позирует для своих коллег. Даже запись в трудовой книжке есть. Наша героиня – демонстратор пластичных поз. Самые сложные позы – это настоящие или в каких-нибудь сложных поворотах. Сидя, сидеть, как бы, в принципе, тоже достаточно нелегко, но привыкаешь со временем. Самые легкие постановки – это портреты, так как можно шевелить руками и ногами. Портрет Валерии студенты второго курса пишут уже второй день. За шесть часов работы набросок готов. Более того, даже перенесен на холст. На этом этапе прорабатывают тени и свет. В данной модели самые широкие скулы, и от скул к подбородку и к лобным буграм. Вот такое движение. Вот в этом плане у Насти наиболее удачно получилось, характер она взяла. Самое сложное – передать характер, создать образ, похожий на модель не только внешне, но и отразить в нем ее внутренний мир. А для этого тени должны лежать максимально реалистично. У каждого разная форма головы, у кого-то она более вытянутая, у кого-то где-то приплюснуто что-то. И если это сначала поймать, то тогда будет характер. И самое главное, когда ты работу продолжаешь вести, не терять, это держать все время общее впечатление. При работе с живой натурой нужно точно передать весь спектр оттенков кожи, особенности строения лица и тела. Поэтому ребята с первого курса изучают световедение и анатомию человека. Учатся лепить форму красками и, конечно, тренируются на гипсовых фигурах. Рисуется скелет полностью и по деталям. Вот скелет руки. Да, это настоящий скелет руки. И гипсовая рука. Это тоже называется и корше. Она вот без кожи. Видите, одни мышцы. Фигуры из гипса называют мертвыми, хотя выглядят они вполне реалистично. К рисованию живой натуры приступают поэтапно. Сначала руки, потом голова. Самое сложное – изобразить человека целиком. Фозу для натурщика выбирает художник. В таком положении модель сидит по несколько часов практически без перерывов. Двигаться и разговаривать в это время нельзя. У неподготовленного человека уже через пять минут затекают руки, ноги и шея. Стать натурщиком можно в любом возрасте и независимо от пола. Художники выбирают интересные и необычные типажи. Сейчас в моде мужчины с бородой и обнаженные девушки. Важно, чтобы тело было пропорциональным, а человек терпеливым и пластичным. А вот денег позирование много не принесет. Оплачивается она довольно дешево получается. В час они примерно около 100 рублей получают. За это время и морально, и эмоционально они очень устают. Модели начинающим мастерам нужны на каждом занятии. А это восемь натурщиков в день. Сейчас в штате Симферопольского училища имени Самокиша их всего шесть. Муз на всех не хватает. Но это не мешает студентам создавать настоящие произведения искусства. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня.